Насколько безопасны дороги перед школами в Твери? Везде ли есть пешеходные переходы и установлено освещение? В этих вопросах разбирались и общественники, а вместе с ними и наша съемочная группа. О результатах проверки расскажем прямо сейчас. Традиционно перед началом нового учебного года проводится комплексное обследование совместно с представителями районных администрации Твери и управлением образованием готовность уличной дорожной сети возле детских, дошкольных и общеобразовательных учреждений. В этом году проверка коснулась тех объектов, рядом с которыми в прошлом учебном году были зафиксированы ДТП с наездом на пешеходов. В летний период было выдано 77 предписаний сотрудниками дорожного надзора отдела ГИБДД по городу Твери, именно направленных на приведение в порядок уличной дорожной сети в районе образовательных учреждений. В основном это разметка, это растительность, затрудняющая обзор дорожных знаков. Нарушения вроде как устранили, общественники решили это проверить. В ходе мониторинга специалисты Общероссийского народного фронта сами прошлись возле шести тверских школ. Результаты огласили нашей съемочной группе. Возле третьей коррекционной школы по улице Попова учатся дети с отклонениями по слуху и по зрению. И им нужно отделять особое внимание при переходе по проезжей части. К сожалению, там пешеходные переходы со стороны улицы Попова отсутствуют надлежащим образом. Больше всего ДТП с наездом на пешеходах было зафиксировано у школы номер 27 на улице Орджоникидзе. В прошлом учебном году их было семь. Казалось бы, рядом с ней расположены два регулируемых пешеходных перехода со светофорами. Однако, по мнению общественников, из-за оживленного движения по улицам Орджоникидзе и Склискова необходимо предусмотреть дополнительные меры обеспечения безопасности. Дети не видят, что рядом, к сожалению, пешеходный переход. Они видят школу и напрямую бегут к ее входу. Но у нас еще запланирован круглый столб с представителями администрации, с сотрудниками ГИБДД, с которыми мы подведем итоги мониторинга, выстроим им свои предложения и совместно какое-то решение будет. Но есть и положительные моменты. На спортивном переулке у школы номер 42, где в прошлом учебном году было зафиксировано два наезда на пешеходов, сейчас оборудован пешеходный переход, установлены дорожные знаки, а также импульсный светофор, обустроенные лежачие полицейские. Но даже если все сделано по нормам, важна и культура вождения автомобилистов, можно класть полицейских хоть через каждые 100 метров. Сегодня практически каждый автолюбитель и практически каждый родитель, бабушка или дедушка, представьте, что здесь переходит улицу ваш ребенок, и ведите себя соответствующе.